Микс Ньюс Я слышал, что врагов лучше держать поближе. Это сказал тот, у кого было мало врагов. Зима близко. Приведут Игры Престолов в современном мире. Цикл программ о явлениях, знамениях и интерпретациях. Культ Просвет. Ведущие Денис Ханов и Вадим Родионов. Да, добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Зима близко». В студии работает Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на удаленной связи, поскольку режим ЧС еще не отменили, в нашей стране политолог, культуролог, профессор Денис Ханов. Здравствуй, Денис. Здравствуй, Вадим. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Что за тему ты сегодня подготовил, что мы сегодня обсудим? Ну, я полагаю, сегодняшнюю тему скорее подготовил календарь этого месяца. Мы приближаемся к цифрам 8 и 9. Это те цифры, те дни в мае, которые полны символического значения. Причем это значения очень, скажем, неоднородные, неоднозначные, противоречивые, спорные. Во многом даты, которые вызывают ненависть, противостояние. И создают в то же время те же уже довольно глубокие трещины в нашем обществе. Да и, собственно говоря, в Европе, которая, мне кажется, переполнена памятью о прошлом 20-го столетия. Если XIX век закончился Первой мировой войной, и, по сути дела, эта война подвела черту под предыдущим периодом, периодом, скажем, окончания длительного, скажем, такого культурного пространства, периода, оптимистического, светлого, потом XX век погрузил нас в темноту, в темноту тоталитарных режимов, которые появились после Первой мировой войны, во многом как реакция на Первую мировую войну на 4,5 года бойни. И Вторая мировая война уничтожила очень многое в Европе, но смогла всё-таки преподнести нам урок того, что без длительного, кропотливого создания политики примирения, политики, скажем, соседних стран, которые начинают открывать друг друга, общества, которые перестают бояться друг друга, без этой длительной работы мы не можем восстановить и укрепить мир в Европе. То, что 75 лет, к сожалению, с некоторыми исключениями, в Европе всё-таки царит мир, это заслуга тех политиков, которые вышли из горнила Второй мировой войны и поняли, что европейская цивилизация на протяжении 7 лет была, скажем, под угрозу уничтожения. Ну вот ты сказал о том, что эти даты, они, как я понял, полны противоречий. А какие противоречия? Ведь окончание Второй мировой войны в Европе, то есть 8 и 9 мая капитуляция гитлеровской Германии. Какие противоречия здесь могут быть и почему сегодня, спустя 75 лет, в общем-то, есть силы, есть люди, которые ставят под сомнение, что разгром нацистской Германии был чем-то хорошим? Как ты это можешь объяснить? Ну, я очень надеюсь, что это, во-первых, очень маргинальное мнение, по той простой причине, что все-таки в Европе, в демократической Европе, которая еще есть, несмотря на все катастрофы и вирусы, в этой Европе существует консенсус стабильный и четкий, говорящий о том, что эти диктатуры и нацизм, и итальянский фашизм, и, условно говоря, все спутники этих режимов, они были угрозой для всего европейского культурного пространства. Почему противоречивые? На самом деле, знаешь, есть расхожая цитата из классики Шекспира «Что в имени твоем?», когда речь идет о том, что, правда, совсем другая любовная история, но речь идет о том, что имя, а в данном случае цифра или число, обладает огромным символическим значением. Начнем с того, что на территории бывшего Советского Союза поколения, и, я думаю, мы с тобой тоже, выросли в мире девятки, а не восьмерки. Восьмое – это у нас 8 марта, да, и как бы мы не старались быть критически настроенными, дистанцированными и так далее, цифра играет большую роль, и я это замечаю все больше и больше. Мы рисовали это девятое на открытках в школе, мы поздравляли дедов и бабушек, мы слушали ветеранов войны в актовых залах, школах, иногда мы скучали, потому что хотелось сбежать от этих рассказов. Да и на самом деле, если посмотреть на историю, скажем, праздника Победы и того, как его отмечали, то, в принципе, это довольно, ну, скажем, новое явление. То есть первые годы после окончания войны сталинская политика не была нацелена на гларификацию войны. Это появилось, в принципе, скажем, довольно поздно, сравнительно поздно. Прибрежно. И превратилось, да, и превратилось скорее в историю не войны, а в историю Победы. И это, в принципе, современная путинская Россия унаследовала именно эту версию. То есть, в принципе, например, чем отличается немецкая история 20 века или историография от современной российской, я подчеркиваю, на путинской, да, именно тем, что там говорится о войне, о причинах, о тех, кто её развязал, о преступлениях, об ответственности. Ну, на самом деле, как отмечают нынешние учёные российские, те, которые ещё имеют право говорить свободно, именно фактор Победы раз и навсегда закрыл, спрятал, оттеснил ужасы войны. Да, ведь на самом деле здесь не надо быть даже специалистом или просто надо знать хотя бы какие-то цифры, чтобы понять, что именно из-за, скажем, огромных тактических ошибок и стратегических тоже российского, скажем, советского руководства в декабре 1941 года немецкие войска дошли до Москвы. И если бы не российская зима, которая опять помогла, как это было в Наполеоновский войне, то, в принципе, всё могло бы быть совсем по-другому, как в том сериале «Человек высокой башни». Альтернативная история. Да, и поэтому я считаю, что, видишь, здесь получается опять следующая ситуация. Дело в том, что вся история советской геополитики до начала, до 22 июня 1941 года, она ведь скрывалась от нас, смертных, и она вдруг появилась перед нами, как чёрт из табакерки, в начале 90-х. Мы, многие, с удивлением и с ужасом, и с неприятием поняли, что до этого было то, о чём не говорилось. До этого было то, что в идею солдата-победителя и носителя цивилизации и защитника вообще не вписывается. И даже для нас обоих, скажем, мы надеемся, наверное, что мы всё-таки критически относимся к истории, для нас это тоже большое испытание. Я говорил, мне кажется, какое-то время назад о том опыте, который у меня был в прошлом году, когда я читал дневники анонимной женщины в Берлине, которая стала жертвой насилия советских солдат после того, как советские войска дошли до Берлина, и война закончилась. Вот этот апрель-июнь 1945 года. Я ждал, когда я отброшу в сторону эту книгу и скажу себе, нет, такого быть не могло. Могло. Происходило. Было. Ну вот, я думаю, такова моя версия. И особенно в балтийских странах это связано, ну, на самом деле, с тем, что советские войска в 1940 году прекратили независимость этих стран и перевернули жизнь многих людей. И в 1945-1944 на самом деле это продолжилось. Ну здесь, кстати, вот меня всегда интересовал этот вопрос и вопрос восприятия, потому что очень часто определенная часть общества, наше общество, воспринимает 9 мая как продолжение оккупации. Но это ведь не так, учитывая, что у нас есть 40-й год, когда советские войска сюда вошли, и это стало причиной порабощения, в общем-то, государства и потери независимости. Хотя там многие дискутируют, что Ульманис сказал, что вы оставайтесь на своих местах, я останусь на своем. И все якобы было добровольно, но мы понимаем, что это добровольно, конечно, не было. С другой стороны, была операция по освобождению Риги. В данном случае это была война между нацистской армией и советской армией. И можно ли это рассматривать как продолжение советской оккупации, или это, в общем-то, история освобождения? С другой стороны, мне кажется, здесь очень часто путают эти понятия, потому что приходили-то сюда советские войска не для того, чтобы захватить Латвию, а для того, чтобы выбить немцев и пойти дальше. Вот как ты это воспринимаешь, насколько мы верно трактуем то, что происходит, и не подгоняем ли мы, в зависимости от наших симпатий или антипатий, ситуацию под те рамки, в те рамки, которые мы хотим, чтобы были. Как ты считаешь? Ты знаешь, на самом деле я считаю, что, к сожалению, нет нейтральной стерильной истории. История с 19-го столетия, да и раньше можно заглянуть в другие эпохи, всегда была связана с политикой. У нас были и будут придворные историки. Неважно, при каком дворе они функционируют. Нет ничего более, скажем, лоббильного, чем историография, к сожалению. Но в демократическом государстве и обществе, в котором, я надеюсь, мы все-таки живем, есть две черты, скажем, истории как науки. Прежде всего, это, с одной стороны, консенсус, основанный на демократии, правах человека и либерализме. Он основан на, скажем, многоголосии. Многоголосие — это, конечно, не должно, допустим, давать распространение преступным и тоталитарным идеям. Но это мы знаем, то есть это уже скорее область законодательства. Что касается латвийской истории, ты упомянул или. Я считаю, что история, нам надо привыкать к тому, что история куда сложнее, чем нам пытаются об этом рассказать политики. Они, условно говоря, работают на себя и льют воду на свою мельницу, не на нашу. Почему? Потому что им необходимо, конечно же, манипулировать историей. Потому что, мне кажется, уже давным-давно, по крайней мере, в Восточной Европе отпали такие темы, как социальная солидарность, как экономическая политика, защита прав, допустим, пролетариата, которого у нас уже нет и так далее. То есть то, на что мы можем реагировать, как такие болевые симптомы, это, в принципе, история, а в данном случае прошлое и память. Потому что эмоциональная история — это и есть история памяти. Ну вот, и поэтому я бы сказал, что нам нужно привыкать к тому, что латвийская история, она отнюдь не столь, к счастью или к сожалению, легкая и черно-белая, как бы хотелось. Я поэтому сказал бы, и да, воевали две страны, две диктатуры на территории другого государства, третьего. И в 1940 году, когда Латвия была оккупирована, я очень надеюсь, что мы наконец-то сможем все принять это, потому что оккупировали, забрали, убили, насиловали и депортировали наше общее будущее, любого человека, которого уничтожили. Это травма и трагедия для всех. Вот поэтому я думаю, что в данном случае советские войска вернулись с одной стороны, чтобы уничтожать нацизм, который, и здесь очень важно, который приступен был по отношению ко всем народам Европы и мира. И к латышам тоже. Мы здесь никоим образом не должны вульгаризировать это и каким-то образом подмигивать глазом и подозрительно смотреть в сторону латышского населения. Эти люди страдали от обоих режимов. Долго, или коротко, или интенсивно, или, скажем, длительно. Последние 40 лет, но они страдали. И поэтому я думаю, что вернувшись сюда как освободители от нацистского режима, они вернулись сюда так же, как и оккупанты советской власти. Потому что они не вернулись потом обратно, скажем, там в Псков и не восстановили независимость латвийского государства. Поэтому в современной истории или слишком просто, или не работает, работает и. Но здесь все-таки, если говорить о конкретных датах, потому что рассматривая 8 или 9 мая, в зависимости от того, кто когда отмечает, мы знаем, что там была разница во времени, и поэтому такие разные. Два часа между Берлином и Москвой. И здесь ведь мы все-таки говорим о дате, когда пала гитлеровская империя. И, соответственно, это не вопрос о продолжении. Остались, не остались, ушли, не ушли. Но многие ведь воспринимают 9 мая как продолжение оккупации. Хотя это совсем другая история. Это падение конкретного режима. Это окончание войны в Европе. Потому что мы знаем, что в мире она закончилась в сентябре, а не в мае, потому что когда капитулировала Япония, но тем не менее, вот эта дата, она ведь совершенно не обязывает нас говорить о продолжении. Дальше мы можем дискутировать и так далее. На 9 или 8 мая никто не отменял. Почему, на твой взгляд, она принижается, как мне кажется, в нашей стране и принижается ли? Согласен ли ты вообще с этой оценкой? Видишь, дело в том, что с одной стороны перемещение акцента с 9 на 8, конечно же, символический акт. То есть это попытка выйти из пространства памяти бывшего Советского Союза, потому что история, историография Латвии была в этот период навязана. То есть мы прекрасно помним эти учебники, где ульмансевский режим, скажем, описывался как фашистский и так далее. Из каких-либо дифференциаций, то есть черно-белый, победа пролетариата и так далее. То есть все это мы хорошо помним. Но суть в другом. Я считаю, что нам нужно принять. Мы с тобой оба не историки. Я точно не собираюсь, скажем, сейчас залезать на чужую территорию. Это было бы вульгарно. Но я считаю, что очень важно понять, что для кого-то в этой стране, а для кого-то в смысле для очень многих, освобождение шло рука об руку с продолжением, скажем, присутствия другого оккупанта, другого режима, другого государства, так уж получилось, что это та трагедия истории, где один слой насилия и преступлений следовал за другим. И поэтому это все сейчас смешалось в таком чудовищном каком-то котле. То есть на самом деле ведь мы знаем, что после окончания Великой Отечественной войны вернувшиеся с Западного фронта офицеры и солдаты были подвергнуты новой волне террора. Ведь сталинский террор продолжается, не закончился в 1939 году. И в принципе новые заключенные новых лагерей во многом они стали жертвами очередного страха, скажем, властилина, царя перед тем, что наберутся они там всевозможных западных либеральных идей. То есть есть множество, множество примеров. То есть плюс как бы идея там о тех, кто попал в плен и предатель. То есть один день Ивана Денисовича прекрасно это описывает. И, кстати, в этом лагере он как заключенный встречает и эстонцев, и латышей, которые только-только стали жертвами этого режима. И во многом он даже немножко посмеивается в этой новелле над ними, показывая, что они, например, просто вышли из другого общества, где люди работали, были состоятельны. То есть, ну, конечно, это тоже клише, но они принесли некоторое такое, знаешь, дуновение того, о чем было совсем запрещено говорить. Но он у них покупал самосад, насколько я помню, один день Ивана Денисовича, потому что у них была хорошая трава. Да, это тоже как бы страна предпринимательская. Но то, что, например, эстонцы не верили, что, значит, в санчасти может не быть фельдшер, а то, что он просто притворяется, то это как бы в их, условно говоря, западном сознании было невозможно принять. Но неважно. Это, конечно, все очень, скажем, смех сквозь слезы и страх заключения. Но мы, я думаю, не выйдем или не вылезем из ямы прошлого, пока мы не простим, пока мы не примем, что может быть и по-другому. Если есть у нас сейчас... Да, пожалуйста, ты хочешь? Да, у нас звонок есть. А, да, давай примем. Давай примем. Да, здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Я очень, конечно, рад, что вы не историки, тем более, что вы, честно говоря, мажете практически всю историю на данный момент, которая, кстати, дорога очень многим людям известной субстанцией. Ну, ладно, это ваше личное дело и ваши либеральные опусы, это тоже ваше личное дело. Я хочу задать вопрос. Если же вы так ненавидите предыдущих людей, которые строили, поднимали и воевали за ту страну, начните, может быть, обличать своих родственников и своих родителей. Спасибо вам, но вот такой комментарий, да, по поводу На самом деле это довольно естественный комментарий, потому что то, о чем я сейчас говорил, о необходимости принять, что в истории нет, или, конечно, или можно поставить и успокоиться, это легче всего. И я должен сказать, что большая часть моей семьи три поколения назад воевали во время Второй мировой войны и были в военных госпиталях и в военном морском флоте и так далее, и так далее, эти люди участвовали и воевали и освобождали, поэтому мне не к чему прикнуть этих людей. Я и ты, мне кажется, мы не говорили о ненависти, это право нашего радиослушателя представлять себе так наш разговор. И я хотел бы сказать, что, к сожалению, мы не продвинемся действительно вперед, если мы не поймем, что может быть и по-другому, что в образе любого освободителя может быть нечто темное и другое. Я позволю себе очень коротко, Вадим, просто очень плохо тебя видно, ты сейчас хотел бы что-то сказать? Нет, я тебя слушаю как раз сейчас. А, хорошо. Я просто вспоминаю, как два года, по-моему, назад так получилось, что по инициативе журналиста Игнатьева, который, к сожалению, вынужден был покинуть латвийское телевидение, я обратился к населению Латвии в прямом эфире в его программе «Точки над И» где-то, по-моему, в завершении сезона, то ли конец мая, то ли начало июня. И я просил прощения в короткой речи за то, что происходило в этой стране после 45-го года, еще беря 40-й. Я просил, это было мое индивидуальное решение, это было основано на примере некоторых коллег, которые в Германии, в Испании и так далее об этом говорят. Они говорят о том, что нельзя идти дальше, не преклонив голову и не поняв свою ответственность. Не вину, а ответственность. А мы так любим смешивать все в одну кучу. Может быть, не вина, а ответственность. Может быть, что-то, что мы берем на себя, потому что чувствуем, что идти дальше нельзя, не признав чего-то. Нельзя тащить с собой этот невидимый багаж, его нужно раскрыть и о нем нужно говорить. Безумно тяжело. И я одно могу только сказать, не оправдываясь. Я верю в эффективность беседы о общей травме. Я хочу только сказать, что у меня нет места ненависти. Я отдаю дань уважения и чту тех, кто годами жертвовали своими жизнями, своей судьбой, своим молодым возрастом, своими мечтами и так далее. Прочтите хотя бы «У войны не женское лицо» или посмотрите фильм «Дылда». Эти люди совершили безумное чудо и подвиг, но руководили ими жестокие диктаторы, диктаторы, которые не смогли предвосхитить начало тяжелейшей войны, диктаторы, уничтожившие по сути дела военную мощь своей страны из-за маниакальной боязни заговора маршалов и так далее. Это как раз то, о чем мы говорим в связи с идеей того, что победа оправдывает все. Победа оправдывает то, что режим этот был на грани саморазрушения из-за чудовищной безалаберности в 39-40-м году. У нас еще звонок. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Эдгар меня зовут. Да, Эдгар. Олег у вас, да? Ну, на другой стороне. Денис. Денис меня зовут. Да, да, вот. Поддерживаю вашу точку зрения и рад, что вот есть такие люди, как вы. Да, спасибо. Отключилось. Да, спасибо. Спасибо и вам за это мнение. То есть мы уже видим сейчас, что на протяжении 5 минут у нас есть все-таки два разных мнения. И слава богу, что эти мнения есть. И в нашей программе есть возможность высказаться тем, кто возмущен нашей версией, тем, кто поддержан. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Добрый. Вот я хочу рассказать вам. Вы читали там дневники немецкой женщины, изнасилованной русскими солдатами. А вот моя тетя дневника не написала. Нам рассказали просто те, кто были в гестапо и видели, какую ее вбрасывали в эту камеру. А мама подруга с ней была, она давала ей пуховый платок из козьего пуха, чтобы ее шампалами не так рассекали кожу. Потому что ее страшно били. Она была партизанской связной. И ее взяли вот на глазах дочки ее. А муж у нее был офицер польский. И тот сгинул. И вот это моя двоюродная сестра, что в Павлодаре живет, да? Так вот, это и еврейка, это мамина подруга, подруга мамы. А она тоже погибла. Вот это рукой подать, дриса, да? Вот такая судьба была у наших женщин. Зачем это все вы сегодня там со слезами на глазах превозносите? Много, мало принесли пользы или вреда нашим женщинам немецкие. Вот, например, у нас, не надо немцу. Наш Шабалтас был полицай. Он изнасиловал малолетнюю девочку и утопил в Двине. В Довгове, а у нас там в Двине. Вот если рукой подать, Леомполь. Вот прямо там ее утопил. Немцы его не наказали. Пришли вот освободители. Его наказали, но он вернулся из тюрьмы. И мне мама про него рассказала. Вот соседи мы были. И вот как-то он остановился и нашел у меня комплименты делать. Вы знаете, у меня все перевернулось. Думаю, если бы была война, я была бы на месте этой девочки. Вот такие уроки, да? А здесь, между прочим, часть была и есть за немцев. Сожалеют, что проиграли они. А часть нет. И у меня был друг Виллис Заринч, кажется. Уже забыла сейчас фамилию. Так он сказал, его отца через окно, вот эти бандиты, которых потом выселяли, они вернулись. И тех, кому они помогали, кто им помогал, тоже все вернулись. А моего отца, братьев, в 1937-1938 году расстреляли в Казани. Они в университете учились. И вот, понимаете, дело в том, что вы такое говорите, что это несуразное. И вот этот юноша, было ему 18 лет. И он рассказал, что пошли НКВД или какие-то там войска. И он с ними, он служил. Он у него потом начальником был. Он сказал, мы внедрили к бандитам своих людей. И когда узнали их место, мы подошли и гранатами забросали. Он встил за отца. А вот такая вот судьба разного народа. Да, спасибо вам. 672-12-93-9 и 672-13-93-9. Телефоны прямого эфира. Денис? Да, я благодарю нашу радиослушательницу за очень откровенный и такой очень личный рассказ. На самом деле, вам, конечно, судить, насколько я суразен или не суразен. Но дело в том, что я полагаю, что в данном случае очень ошибочно представить, что я взвешиваю жертвы, трупы на какой-то странной бирже или на весах. Что я обеляю какую-то группу и выставляю в ужасном свете другую. Ничего подобного не было. Это очень-очень упрощённая версия. И я протестую против такой версии. Хотя она имеет право тоже существовать. Дело в том, что то, о чём я говорил, я говорил скорее об образе солдата, который, сон говоря, в ослепительной такой белизне победителя. И победитель тоже может нести что-то, что мы, представители победивших наций, не хотим, отказываемся или прямо чем не хотим этого слышать. Но дело в том, что человек в своём уме никогда бы не пытался сравнивать, противопоставлять или, не дай бог, замалчивать преступления другой армии, другого режима. Я думаю, что это было бы просто оскорбление любому нашему интеллекту. Но проблема в том, что если мы будем всё время тыкать пальцем, говорить, нет, пожалуйста, нашу войну не трогайте, не анализируйте, не ищите в ней критические моменты, то тогда мы ничего, кроме подобной гларификации, мы не получим. Мы не пойдём дальше. Мы не узнаем, почему кому-то в нашей стране солдат-освободитель не является солдатом-освободителем, а является очередным преступником. Но здесь интересно ведь проанализировать и, например, Курт Ванегуд в течение всей своей жизни вспоминал бомбардировку Дрездена и считал это преступлением союзников. Также можно вспомнить бомбардировку Киросимы и Нагасаки, атомной бомбой, которую многие осуждают. И здесь как раз западное общество, как мне кажется, на уровне писателей, на уровне академической среды, они анализируют свои чёрные страницы своей истории, потому что бомбардировка Дрездена – это было фактически месть союзников. Они бомбили город, в котором не было там серьёзных военных объектов, они его сравняли с землёй. Ванегуд написал даже книгу «Крёстный поход детей» или «Битва бойня номер 5», в которой он анализирует, ну, в таком художественном смысле, эту трагедию. Мне кажется, здесь как раз важно смотреть. Я согласен с тобой, потому что война, безусловно, не разделяет на чёрное и белое. И когда мы занимаемся такой героизацией и мифотворчеством, создавая образ либо очень хорошего, либо очень плохого, хотя, конечно, там достаточно легко понять, что нацистская Германия, как абсолютное зло, созданное и возглавившее эту историю Гитлер, это, конечно, режим, у которого нет светлых пятен, хотя кто-то там может пытаться найти, что Гитлер построил автобаны и так далее и тому подобное, но, тем не менее, мы понимаем, как об этом говорить. И я соглашусь с тобой, что действительно очень сложно оценивать победителя, очень сложно смотреть на него критично, в том смысле, что, например, того же Сталина многие называют до сих пор эффективным менеджером, и, в общем-то, оценка этой личности не произведена именно, потому что он, кстати, победил, мне кажется, потому что иначе на него смотрели бы, возможно, по-другому. Как это происходит в Германии, которая немецкий народ, он оценил свои чёрные страницы, свои истории, и это на уровне школ уже даже преподается. Да, ну, на самом деле, действительно, немецкие школы очень активно участвуют в критическом анализе коллективной памяти и анализе режима. В Германии существует то, чего не существует у нас, к сожалению, так называемое политическое образование, политишебельдум, но это не означает нечто идеологическое, не означает всевозможных, скажем там, планёрок или каких-то формальных вещей. Это означает в рамках демократических принципов и традиций анализ своего прошлого, включая и коллективную ответственность за разжигание Второй мировой войны, за то, что, скажем, режим не был просто сговором кучки, скажем, руководителей элиты где-нибудь там, в Бердисгадене, а это, по сути, был режим, который на своих плечах с удовольствием, с восторгом внесли миллионы жителей Германии. И эти миллионы уже на протяжении, скажем, последних 75 лет, они активно, скажем, участвуют в том, чтобы понять, как они могли это сделать, как это зло могло быть, с одной стороны, таким чудовищным и абсолютно невообразимым, а с другой стороны, очень бытовым, популярным, любимым и так далее, и так далее. Но это произошло, собственно говоря, как раз в период той студенческой революции 68-69 года, которые так не любят правые радикалы и популисты, считая, что там появились всякие отвратительные явления, как феминизм там и так далее, и так далее, и вообще критическое отношение к истории. В Германии есть понятие, которое можно попытаться, может быть, не очень удачно перевести, как критическая переработка прошлого, обработка прошлого, анализ прошлого. И в то же время Бевельтига назначает как бы справиться с прошлым. Ведь пока что в Латвии прошлое справляется с нами, мы не идем никуда дальше. Мы застряли, и именно поэтому мы живем вот в таком каком-то вечном, циркулирующем, болезненном прошлом. А в то же время на дворе уже будущее. Но здесь, ведь если мы говорим о Латвии, тоже очевидны перегибы. Опять же, ты говорил о том, что мы, наверное, все в какой-то степени стали заложником советской истории и советского понимания истории. Но здесь в Латвии я наблюдаю, что мы стали заложниками латвийской истории, потому что, например, тема легионеров в АФНСС, которая поднимается каждый год 16 марта, и вроде как не осуждается. И в то же время там пытаются выдать легионеров в АФНСС за борцов за независимость Латвии и как-то их подретушировать. Хотя, на мой взгляд, это далеко не так, потому что не за независимость Латвии никакие немецкие, нацистские подразделения, подразделения СС в том числе, не боролись, потому что, в общем-то, есть документы, которые свидетельствуют, что Латвии вообще там не очень-то отводили место после победы Рейха. Но, тем не менее, сейчас мы видим, что, может быть, сейчас не так ярко, как раньше, но, тем не менее, эта тема легионеров, она тоже не прорабатывается. То есть, все осталось на уровне какого-то, ну, в лучшем случае, нейтрального отношения. Вот как ты видишь эту тему, и эту проблему? Не стали ли мы заложником этой новой латвийской истории? Ты знаешь, в исследованиях последних лет, которые проводили молодые, критически настроенные ученые, Каспар Зеллис, Ольга Процевская, Маттинч Капранц, под руководством Виты Зелчи, ученого, которая, мне кажется, сильно создала плеяду новых историков и специалистов по памяти, они уже в состоянии, действительно, скажем, на уровне социологических опросов констатировать некоторые, ну, такой, ну, такой, как бы, сдвиги в восприятии даже легионеров, все больше и больше представителей национальных меньшинств, то есть, допустим, флангрина с тобой, считают, что эти люди тоже были во многом жертвами вот этой гуманитарной катастрофы вообще Второй мировой войны как таковой, да, то есть, в принципе, да, там были и преступники, но были и те, кто вынуждены были выбирать между тем, что, допустим, расстреляют их семью или же, что они пойдут воевать. Кто-то был действительно убежденный противник коммунизма, потому что сами они пострадали вот в этот ужасный год, сороковой, в депортации, и в данном случае они были уверены, что один режим лучше другого, да, и во многом такие вещи, как антисемитизм, для них не казался какой-то проблемой, да, мы прекрасно знаем, что Сталин очень мудро, в кавычках, посылал в новые завоеванные регионы и на представителей еврейской национальности, да, то есть делая некоторую такую буферную зону, и он был в этом смысле очень хитрый, как любой злодей, поэтому, в принципе, надо сказать, что да, мы сейчас находимся в состоянии заложников той истории Латвии, о которой, в принципе, говорят только несколько ученых на научных конференциях, а политики не работают над этим, и поэтому я уже, как, я не знаю, как заведенный много лет говорю о том, что давайте мы попробуем научиться говорить о своей травме тем другим и раскрыть ее, что очень сложно, и давайте попробуем услышать травму другого, услышим, что депортировали в Сибирь, и русских, оказывается, и евреев много тысяч, об этом говорят мои добрые товарищи, коллеги, например, Илья Ленский из музея евреев в Латвии, и так далее, и так далее, есть источники, есть даже рисунки детей евреев, которые находились в этих вагонах, то есть это, в принципе, не эксклюзивная трагедия, трагедия, которые нужно открывать, и в этом смысле одна из идей, я хочу сразу ей предложить, если кому-то надоело сидеть дома, мемориал Жанни Салибке 8 и 9 мая устраивает акцию, называется «Один в музее», помните, был фильм «Один дома», так вот и мы хотели бы предложить людям услышать историю, в которой нету разделения, евреев спасали в бункерах, в подвалах, в квартирах, в каких-то там печных проходах, и евреи, извиняюсь, и латгальцы, и русские, и немецкие интеллектуалы, и так далее, приходите 8 и 9 с 10 до 5, мы обеспечим вам безопасность в смысле карантина и вируса, у вас будет дезинфектор, у вас будут перчатки, маски и все остальное, вы одни, по записи, правда, сможете погулять по музею и услышать рассказ, где простой рабочий в Риге не выбирал ни национальности, не разделял, а угрожая даже безопасности своей семьи и ребенка, он спасал людей без каких-либо признаков этничности, выбора, он спасал жизни, и это самое важное. Ну вот один из нас был спектакль в театре имени Михаила Чехова, очень давно я ходил на него, причем ходил на него два раза, к сожалению, этот спектакль не пользовался большой популярностью, но меня он впечатлил тогда очень сильно, как раз он был о Жанне Силипке и о том, как он спасал евреев в годы Второй мировой войны. Ну вот, кстати, тема Холокоста это еще одна, мне кажется, болевая точка для Латвии, потому что мы только, я говорю сейчас о нашем правительстве, о нашей политической элите, очень робко, на мой взгляд, начинаем эту страницу открывать. Мы видели, что происходило в Литве вокруг книги Руты Ванагайты, которая написала свою книгу, и как ее фактически затравили. Да и у нас, в общем-то, очень неохотно говорят на эту тему, потому что данные исторически подтверждают, что местное население очень активно участвовало как раз в теме Холокоста. И вот своя боль, когда ты не жертва, а палач, и такое тоже бывает. Вот это очень сложно принять, очень сложно признать, и очень сложно переработать, потому что мне кажется, что все-таки культивирование такой абсолютной формы, либо победитель, либо жертва, она очень хорошо приживается, когда речь идет об абсолюте, когда у тебя нет нюансов, когда у тебя нет каких-то полутонов, когда у тебя нет оттенков. И мы это переживаем сейчас тоже, потому что, когда ты жертва, тебе очень сложно признать, что ты мог быть палачом. А в случае Холокоста наше общество тоже было палачом. Вот как ты считаешь? Я считаю, что самое опасное для будущего это упрощенное прошлое. То темное, черно-белое, простое, легко объяснимое, которое на самом деле отдаляет нас от реальности. И я считаю, что в данном случае, конечно, определенный эгоизм травмированной нации, он всегда блокирует в большей или в меньшей степени способность понять, подождите-ка, подождите, да, мы ведь жертвы, а жертвы по дефиниции вообще никогда не виноваты. И, может быть, стоит успокоиться. И в таком случае это абсолютный блок, мы дальше не идем никуда. А если нация и общество становятся более взрослыми и достигает некоторого совершеннолетия, в таком переносном смысле, то совершеннолетний человек может подумать, ну подождите, но ведь есть только свидетельств, есть свидетельства выживших, есть документы и так далее, и так далее. Есть даже документы тех самых, скажем, нацистских структур, которые подключали население к этому. И я не могу с тобой согласиться, что мы начинаем очень медленно раскачиваться. Уже десятилетиями существуют материалы и конференции, сборники, комиссии историков в Латвии. И это, в принципе, имело поддержку на самом высоком уровне. Плюс, как бы, конечно же, символическая политика, памятные дни, мероприятия, поминовения 4 июля, когда была сожжена хоральная синагога здесь в Риге. И в этом смысле есть, конечно, отдельные случаи депутатов, которые выражают антисемитские мнения, к сожалению, без каких-либо последствий для депутатов. Но на уровне официальной власти я думаю, что все-таки мы не можем об этом говорить, а эгоизм, он может постепенно отступать, когда мы поймем, что нужно учиться делиться травмой и нужно услышать другого. На самом деле, что интересно, именно некоторое, скажем, не то чтобы отрицание, а такое сопротивление в быту теме Холокоста во многом и есть советское наследие, а не выдумка, условно говоря, национальных радикалов. По той простой причине, что в советский период из-за сталинского антисемитизма, в принципе, уже сразу же после Второй мировой войны трагедия еврейского народа не выделялась в отдельную категорию Холокоста. Любой ученый этого периода скажет вам, что, в принципе, Холокоста официально в советской историографии не существовало, а были преступления фашистского режима против советского народа и далее по тексту. Поэтому коммеморация Холокоста происходила, собственно говоря, по инициативе еврейской общины очень как-то так полулегально, полуофициально и, по сути дела, как такая гражданская инициатива. И в этом смысле у нас просто не было за эти 50 лет традиции помнить о том, что с трагедиями всех остальных, скажем, наций, групп и так далее отдельно существовало массовое уничтожение евреев. Это была одна из главных программных пунктов нацистского режима. Говоря, кстати, о женщинах, которых насиловали, я хочу сказать, что в той книге, которую я прочёл, меня поразило то, что эта женщина, будучи жертвой этого насилия, она постоянно на странице своего дневника, вела она их буквально на каких-то таких маленьких листочках карандашом, она задавала себе сама вопрос, почему эти люди полны такой ненависти и отчаяния, потому что она слышала, что эти солдаты, она понимала немножко по-русски, и они говорили о том, что что вы сделали с нашими сёстрами и с жёнами, что вы сделали с нашими дочерьми. То есть, конечно, не эта женщина это делала, но она стала, условно говоря, жертвой вот этого безумного цикла ненависти. И она пыталась, и она даже в одного из офицеров влюбилась. Так что, в принципе, она всё время задавала себе критический вопрос, а где вина? Почему я сейчас являюсь жертвой насилия людей? Что мы причинили как народ этим людям, которые пришли сейчас как победители и ведут себя так же, как вели себя мы? И это в 45-м году, будучи жертвой многоразового насилия, она в этом смысле для меня является некоторым, ну просто флагманом того, что мы сейчас пытаемся узнать, о том, что нужна ответственность и нужно осознание, если не вины прямой, то ответственности. У нас ещё звонок, да, здравствуйте, слушаем вас. Добрый день. Добрый. Будьте любезны, скажите, пожалуйста, можете ли вы сейчас представить, что бы было бы с территорией Латвии и осталось бы название само Латвия, если бы не победила советские войска фашизм, наверное, гетто Германии? Спасибо вам. Да, ну на самом деле, Вадим, ты уже сегодня упомянул, да, о том, что никакого более или менее серьёзного дискурса о восстановлении независимости Балтийских государств не существовало. Я полагаю, что, этому есть, конечно, подтверждение в документах, что, по сути дела, представления немецкой элиты о завоёванных территориях были довольно-таки колониальны по своей сути, и восстановление парламента, независимость и так далее было просто абсолютно вне логики этого режима. Это были бы, скорее всего, колониальные земли, какие-то там гауляйтерства и так далее, так что ничего другого. Ещё звонок у нас, да, здравствуйте, как вас зовут? Алло, добрый день. Добрый. У меня один вопрос и одна реплика по поводу музея Жанни Салибки. Вот я была там несколько лет назад, очень хороший экскурсовод, что меня поразило? Я говорю, почему вообще ни единого человека нет у вас? Вообще, говорю, к вам заходит кто-то или нет? И я тогда сказала ей, что было бы, хотя это так, несбыточные мечты, хорошо было бы каждый класс, каждый, в каждой школе проводить по этому музею, как в латышских школах, так и в русских. Это одно. А второй вопрос такой, есть ли у вас данные, сколько человек из Латвии было депортировано, я так понимаю, две волны депортации, сороковой и сорок девятый год. Сколько было депортировано и сколько вернулось назад в белых балетных тапочках. Вот. И те, которые остались, они погибли все или же они приняли новый уклад жизни в тех далеких местах, куда их отправили? Спасибо. Да, спасибо. Спасибо большое. Говоря о музее Липке, в принципе, да, у нас очень много школ, и можно на сайте музея записаться, зарегистрироваться и договориться об экскурсии. Что касается второго момента, то я здесь скромно молчу по той простой причине, что лучше всего эту информацию вам может предоставить музей оккупации. Там есть точные, насколько они вообще могут быть точными цифры. Я сейчас не осмеюсь их упомянуть. Это были десятки тысяч семей. Семья тоже понятие растяжимое. И у меня нет каких-либо точных данных о том, сколько вернулось, потому что у меня нет инструментов учета, но они есть у историков этого периода. И музеи оккупации в данном случае, когда музеи откроются, будут доступны. Даже у них на сайте, в интернете есть множество информации. Поэтому я сейчас умолчу, ибо у меня нету под рукой точных данных. И распространять какие-то, скажем, неточные версии я бы не хотел. Что касается принятия уклада, это тоже, знаете, вопрос того, насколько, скажем, молча можно сносить какой-то режим, боявшись рассказать о своем опыте после, скажем, во время хрущевских оттепелей, проведенных процессов по реабилитации. То есть, возвращаясь, люди молчали о своем опыте, потому что он был многим невообразим, и, во-вторых, естественно, было опасно делиться подобным опытом. Поэтому, увы, у меня нет об этом информации. Ну что ж, на этом мы сегодня завершим программу «Зима близко». Мы к вам вернемся на следующей неделе. Денис Ханов, культуролог, профессор, был с нами на прямой связи. Пока режим ЧС не сняли, мы общаемся поудаленно, но потом вернемся в студию. Эфир провел Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Толстарев. Всего доброго, до свидания. Спасибо, до свидания. Радио Болтком